Замечательно быть снова здесь с вами. И я нахожу это, как будто я приезжаю домой. И то, чем я хочу поделиться с вами сегодня утром, это то, что я получил после того, как прослушал песню, такой псалом в исполнении Джонатана и Мелиссы Хеслер. Джонатана я видел маленьким, когда он был. А теперь он достаточно известный певец в Штатах особенно. Но я знаю, знаком с его отцом. Мы служили вместе достаточно много времени. И всегда это было с радостью. Он был таким пророческим музыкантом, поклонником. И он использовал свою музыку для того, чтобы принести свое послание. И я помню, когда мы служили вместе, и он исполнял свои песни, пел псалмы. Я где-то сидел в зале, и он внезапно остановился и повернулся ко мне. И он спросил меня, какую следующую песню? Я был немного удивлен, даже смущен. Но удивительно то, что я как раз размышлял об одной его песне. И я сказал про Агнца. И я думаю, что если вы запишите в Ютубе где-то название этой песни, вы с легкостью ее найдете там. Эта песня замечательная о Христе, о распятии. Если вы хоть чуть-чуть подобны, как я, то вы точно будете плакать, когда будете ее слушать. Она поднимает просто замечательную истину, возвышает об Агнце Божьем. Вот эта песня, которую поет Джонатан с Мелиссой, только я забыл, это его сестра или жена. Но в любом случае. Она называется «Больше не рабы». Но я ее для себя, эту песню, называю «Я дитя Божье». Потому что я верю, что это истинное, настоящее послание и посыл этой песни. И очень часто мы, к сожалению, забываем, что на самом деле значит быть Дитем Божьим. И я хочу по-настоящему ободрить вас. Когда мы начинаем наши взаимоотношения с Иешуа, очень многое меняется. Но я хочу прояснить, чтобы изменения произошли, должно пройти время. Мы очень часто хотим, чтобы изменения произошли мгновенно. Господь, дай мне терпение и сделай это прямо сейчас. Мы часто бываем с вами беспокойными, когда движемся вперед, а необходимо потратить на какой-то путь время. Но Бог хочет поменять нас, Он хочет дать нам новые мысли, новые идеи. И иногда мы можем даже злиться на самих себя, потому что нам кажется, что мы развиваемся не так, как должны. Но иногда, наоборот, мы можем быть очень милостивыми к самим себе, но не можем быть милостивыми к другим, которые не меняются так быстро, как мы хотели бы. Почему ты всегда вот это делаешь? Почему ты не можешь это сделать по-другому? Почему? Почему ты всегда обижаешь или разочаровываешь меня? Моя теща, она все любила делать своими руками. Она любила вышивать, вязать, все любила делать руками. И делала она очень много замечательных таких изделий. И у нас есть даже небольшие коврики дома, которые она сама из шерсти сделала. И гобелены из шерсти тоже выплетала, и один висит у них в гостевой спальне. И там финский дизайн, и сделана ручная работа. Но когда она занималась вот этим плетением или вязанием, и тот, кто занимается подобным, понимает, что клубки очень часто запутываются. И она потом бросала это в меня, все эти запутанные клубки. И она говорит, распутай все, у меня не хватает терпения. И я садился и с терпением распутывал все клубки, перепутанные между собой, эти шерстяные, и разбирал их по отдельности. И выглядит так, как будто у меня хватает терпения это делать. Но так часто бывает и с нашими жизнями, когда многое у нас перепутано, как эти клубки шерсти, и нам необходимо с терпением разобрать все по порядку. И для этого нам необходимо терпение. Слава Богу, у нас есть Господь, у Которого есть терпение. И в Римлянам, 15 главе, 5 стихе, мы читаем следующее. Я буду читать из современного перевода, поэтому сравнивайте со своими Библиями. «Пусть же Бог, который дает терпение и ободрение, даст вам жить в согласии друг с другом, как и подобает последователям Ишуа Мессии». И здесь очень четко дается понять, что у Бога есть терпение. И в Иакова написано, что если у вас есть нужда в чем-то, да, или недостаток, просите у Бога. И получается, если мы знаем, что у Него есть терпение, а нам не хватаем, мы можем просить это у Него. Чтобы мы могли распутать все запутанное в нашей жизни. В Исходе, 34 главе, 6 стихе, говорится об этом немножко по-другому. Он прошел перед Моисеем, провозглашая «Господь, Господь» — это Яхва, Яхвая, сострадательный и милостивый Бог, медленный на гнев, богатый милостью и верностью. И то, что здесь говорится, что наш Бог, Он медленный на гнев, показывает о том, что у Него, прежде чем разгневаться, проходит долгий путь терпения. Если мы с вами собираемся быть детьми Божьими, нам необходимо уподобиться Ему. Как часто мы слышим про некоторых детей, что вот Он — вылитый отец, а она — вот копия мама. Иногда это выражается во внешнем подобии, что они очень похожи. Но очень часто это касается и характера Личности. И иногда это передается даже внукам. У него есть внучка Элиора, и она очень-очень похожа на Роджера-тёщу. Она тоже очень обожает вышивать, вязать и всё делать руками. Есть ещё один внук Йошуа, Джошуа. Он — копия меня. Очень тихий. Я помню, когда он был маленьким и только научился ходить, он приходил ко мне в офис, в мой дом, залазил ко мне на колени и ел то, что я ел. И у этого внука моего замечательное такое сердце. Сердце, наполненное состраданием. Если мы с вами дети Божьи, тогда мы должны стать подобными Ему. Мы должны начать действовать, как Он. И быть, как Он. В разных-разных областях нашей жизни. Но, как я уже сказал, это процесс, и это занимает время. Первое, что Он хочет сделать, Он хочет окружить нас Собой. Его желание, чтобы мы были погружены в Он. Но, чтобы сделать это, мы должны практиковать то, что написано в Колоссяном 3 главе 2-3 стих. Колоссяном 3-2-3. Обращайте ваши мысли к небесному, а не к земному. Вы умерли для этого мира, и ваша жизнь сокрыта вместе с Мессией в Боге. Что это означает для нас? Это означает, что мы с вами можем переживать Его безусловную любовь. Безусловную любовь. Как отец, я люблю своих детей. Я не всегда согласен с ними. Я не всегда люблю то, что они делают. Но это не меняет того факта, что я все еще люблю их. И с нашим Небесным Отцом это еще большая истина. Единственное, как я могу это описать, ну вот, что Он хочет нас просто погрузить в себя, погрузить в эту любовь. Иногда мы этого не хотим. Мы бунтуем. Мы должны понимать, что для того, чтобы быть истинным Детем Божьим, ничего, если мы истинные дети Божьи, то ничего, ничто не может нас отделить от Его любви. Ни высоты, ни широты, ни глубины. Ни боль. Ничего вообще не может. Не может отделить нас от Его любви. А в Его глазах, из-за того, что сделал Ешуа, через призму Ешуа у нас нет с вами трещин, ошибок, грехов, недостатков. Мы оправданы перед Ним. И мы покрыты, или нам доверена Его праведность, праведность через Ешуа, Мессию. Что это означает? Быть Детем Божьим. Это по-настоящему для вас? Вы покрыты Ним? Я вот начинаю переживать, понимаете ли вы в полноте то, о чем я говорю. Вы такие тихие. Я говорю вам такие замечательные вещи. Вы прощены, вы возлюблены. Вам была дана праведность. И так еще много и много другого. Вы дитё Божье? Мы сегодня будем практиковать это несколько раз, так что давайте попытаемся повторить все вместе. Я — ребёнок Божий. Я — ребёнок Божий. Я — ребёнок Божий. Вот тут два есть. Я — ребёнок Божий. Аминь. Я — дитя Божье. Я — его сын. Я — его дочь. Аминь. Аминь. И когда мы будем с вами больше и больше понимать, что это означает, мы должны быть ободрены провозглашать это еще больше и чаще в свою жизнь. Иногда мы можем услышать такое от людей. «О, ты натворил так много всего, но Бог просто не может тебя любить». Или по-другому. Иногда бывает такое, что у вас случаются сложности в вашей жизни, испытания, проблемы какие-то. и другие видят это и говорят, «А, раз такое происходит у тебя, ты не можешь быть детём Божьим». Но что слово его говорит? «Я — дитя Божье». «Аминь». «Ты уловил». «Ничего не может отделить нас от Него». «Его благодать покрывает нас полностью». Да, Он хочет, чтобы мы поменялись. И мы должны сработать вместе с Богом, чтобы эти изменения произошли в наших жизнях. Но это также происходит не нашей собственной силой и хотениями, и это происходит по Его силе в нас, и сработая только с Ним. Писание называет нас по-разному. «Мы — рабы, слуги, друзья и дети». И все эти имена, данные нам, они истины. Бог избрал нас и назвал Своими друзьями. «Мы были прощены». «И у нас с вами есть вечное будущее». «И первая Иоанна, вторая глава, 25 стих, говорит нам». «Его обещание, которое Он дал нам, вечная жизнь». Это обетование, обещание Бога. А Бог хранит Свои обещания, исполняет. Всегда. Все. Мы, на другой руке, мы не всегда. Мы иногда ведем себя по-другому. Мы не всегда держим Свои обещания. Я пытаюсь держать Слово, которое я дал. Поэтому я также стараюсь быть осторожным, прежде чем пообещать что-то. Но, с другой стороны, Бог и Его обещания Он всегда исполняет. Мы с вами будем жить вечно. И мы знаем, что все обетования Божьи — это «да» и «аминь». В Писании говорится о том, что наша ветхая натура, наш ветхий человек, он исчезает просто, и новое рождается. И во 2 Коринфинах 5 глава, 17 стих, мы вот что можем прочесть. Вы можете заметить, что я использую много Писания. И делаю я это специально, чтобы вы понимали, что то, чему мы учим, то, на что мы можем полагаться, должно основываться на Писании. И важная вещь, которую мы должны помнить, когда читаем Писание. Вот что мы должны с вами помнить, когда читаем Писание. 2 Коринфина 5, 17. Поэтому, если кто-то находится в Мессии, он уже новое творение. Все старое миновало, теперь все новое. Часто я встречаю людей, которые говорят, я вот так не чувствую себя. Но вопрос не о наших чувствовании. Это о том, что Слово Божье говорит. Но важный момент здесь, что здесь сказано в начале. У нас отсутствует это слово. У нас написано, поэтому, если кто находится в Мессии, а в дословании там написано, кто объединен, кто в единстве с Мессией. С одной стороны, это условное обетование. И условием является наше единство с Богом. если мы ходим Его путями, если мы слушаемся Его, если мы слышим Его голос, если мы ожидаем, чтобы Он нас вел и направлял. И вот это единство, это должно быть что-то неразрывное. Как дитя Божье, Бог обеспечивает нас и покрывает все наши нужды. Филиппийцам 4,19. Тоже у нас частички не хватает, то, чего у него есть в переводе. Мой Бог восполнит все ваши нужды из Своих славных богатств. У нас просто написано через Ешуа Мессии, а там написано через единство в Ешуа Мессии, когда мы ходим в единстве с Ним. Опять же, обетование, которое имеет условия. И это условие заключается в том, что мы должны быть объединены с Ешуа. И это условие, оно звучит так, что мы должны быть не просто объединены с Ним, а в понимании, что мы Его дети. И вы знаете, что связь между матерью и ребенком, она всегда очень сильна. она дала эту жизнь. Девять месяцев ребенок находился внутри нее. И в этом есть очень сильная связь. и из-за того, что Бог переродил нас или родил заново, у Него есть эта сильная связь с нами. И мы должны с вами это осознать. и это нам также должно помочь быть тесно связанными с Ним. Как дети Божьи, мы освящены или сделаны святыми в Мессии. Евреям 10 глава, 10 стих. Евреям 10, 10. И потому что Он исполнил волю Божью, мы были раз и навсегда освящены принесением в жертву тела Яшуа Мессии. Он сделал это для нас. Мы не можем сами себя сделать святыми. Только Он может это сделать. И Он обещал это сделать. Опять же, Он исполнил волю Божью, да, в согласии с Его волей это будет происходить. Он желает этого, Он хочет этого. Вопрос, хотим ли мы с Вами этого? Хотим ли мы стать еще ближе к Нему? Как дети Божьи, у нас у нас есть мир или шалом, покой, который превышает всякое понимание? Филиппийцам 4, 7, филиппийцам 4, 7, тогда шалом Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы в единении с Ишуа Мессией. Все эти вещи мы можем принимать как дети Божьи. Надеюсь, к концу мы все проснемся и скажем. Если мы только останемся, если мы думаем о них, если мы только остановимся, задумаемся и поразмыслим над всеми этими вещами, если мы поймем, что Бог хочет двигаться в наших жизнях, если мы поймем, что Он сделал это возможным, чтобы мы с вами стали Его детьми, тогда может может быть вот это должно произойти. Я так рад, я дитё Божье, я так рад, я дитё Божье, я так рад, я дитё Божье. я был прощен, и я получил всё это, я имею шалом в своём сердце, я могу пройти сквозь любые обстоятельства и могу оставаться в шаломе, потому что я дитё Божье. что бы со мной не происходило, я был сделан святым. Ого! Как это вообще возможно? Он это сделал для меня. Амэн! Амэн! Мы также должны с вами осознать степень освобождения, которое мы получили. И есть очень длинный такой список, чтобы перечислять всего, что Бог сделал для нас. Но мы должны понять, что мы приняли свободу в Мессии. И Он от многого нас освободил. Но иногда мы такие тупые, что мы не живём в понимании, что мы свободны. Мы не живём так, как будто это реальность в нашей жизни. Амэн! А нам надо жить в этой реальности. Давайте пару мест Писания. Псалом 34, 1 по 3. Опасная область, Псалмы путаются. Псалмы путаются. Псалмы 34, 1-3. Псалом Давида. Господи, бейся с теми, кто бьётся со мной. Сражайся с теми, кто сражается со мной. Возьми щит и латы и приди мне на помощь. Подними копьё и секиру на тех, кто меня преследует. Боже, скажи душе моей, я спасение Твое. Псалмопевец здесь осознаёт, что помощь его приходит от Господа. Мы почему-то допускаем такую мысль, что вот это осознание, что мы дети Божьи, оно приходит где-то там в Новом Завете. Но есть много мест Писания в Ветхом Завете, которые, к сожалению, не все записал. В Танахе, где Бог говорит, я твой отец. Для вас это домашнее задание, поищите в Ветхом Завете, где Бог говорит, что он наш отец. Где он говорит, я ваш отец. И я думаю, что псалмист этот имел такое понимание, потому что он провозгласил, что Бог спасение его. Он понимал эту вещь, что он Дитя Божье, что он как Дитя может просить об этих вещах. Вы дети Божьи? Тогда вы можете просить Бога о Его защите. И мы не получаем, потому что не просим. Просите, и вы получите. Аминь! В 1 Коринфянам, 15 главе, в 51 стихе, но благодарение Богу Он дает нам победу через нашего Господа Ишуа-Мессия. И опять же, вот это местописание, оно идет в настоящем, продолженном времени. То есть, это не одноразовое явление, а то, что продолжается. Он продолжает давать это нам. Это не останавливается где-то, не прекращается. И Он будет продолжать давать вам победу в вашей жизни, в которой у вас есть нужда. Аминь! Вместе с этим идет следующее местописание, 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. 1 Коринфянам, 10-13. Все испытания, с которыми до сих пор вам приходилось сталкиваться, были ничем иным, как обычными человеческими испытаниями. Бог никогда не допустит, чтобы вы были испытываемы сверх сил. И Он верен своим обещаниям. Когда вас постигает испытание, Он дает вам и выход, так, чтобы вы смогли его перенести. Богу можно доверять. Он знает вас. Он знает, что вы можете понести. Помните об этом, когда в следующий раз вы почувствуете и захотите сказать, ой, я больше этого не вынесу. Он обещал дать вам выход. Просите Его, Бог, как мне выбраться из этой ситуации? Не позвольте самому себе застрять в этом мышлении, что вы не можете выбраться от того, где находитесь. Это враг. Он хочет, чтобы вы застряли, чтобы вы остались вот таким мизерным и ничтожным. Но Бог говорит, я хочу дать тебе выход. Попроси меня. «Я открою двери». Он открывает двери для нас. Как дети Божьи, как дитя Его, в наших взаимоотношениях с Ним не должно быть никакого страха. Как дети Божьи, в наших с Ним взаимоотношениях не должно быть никакого страха, потому что Он возлюбил нас. 1 Иоанна 4 18 1 Иоанна 4 18 В любви нет страха, но совершенная любовь прогоняет его, потому что страх связан с наказанием, и кто боится, тот еще не достиг совершенства в любви. Вас освободили, и Он заплатил цену за то наказание, которое вы должны были принять. Он убрал это, теперь не надо бояться. вы должны основываться на его любви. А в римлянам 8 главе 15 стихе говорится вот что. Римлянам 8 15 16 прочтем. вы получили не дух рабства, чтобы опять жить в страхе, а духа усыновления, которым мы и обращаемся к Богу Аба Папа. Дух Божий свидетельствует вместе с нашим Духом о том, что мы дети Божьи. Это ваша позиция как детей Божьих. Вы были освобождены. Но есть что-то превыше всего. Как дети Божьи, мы можем знать, что Бог нас избрал. Он избрал тебя, Он избрал меня быть Его сыновьями и дочерьми. Иоанна 15 глава 16 15 16 где Ишуа сам говорит это. Это очень интересно, потому что часто мы говорим «Я выбрал следовать за Ним». Но Иоанна 15 16 говорит «Не вы меня избрали, но Я избрал вас». Иоанна 15 16 «Вы меня не выбирали, я сам вас выбрал и назначил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы ваш плод выдержал испытание временем. Тогда Отец даст вам все, о чем бы вы не попросили его во имя Мое». Разве это не звучит абсолютно удивительно? И опять же кое-что должно произойти. «Он меня избрал он избрал он избрал меня он избрал меня Аминь Аминь Вау Вау Он избрал меня Спасибо Спасибо Мы также должны прийти с вами к пониманию что как дети Божьи по его великой мудрости по его творчеству Бог сформировал нас для его целей. Идем в Псалом 138 Псалом 138 13 Ты создал все внутренности мои в материнской утробе соткал меня Когда это произошло Бог смотрел Как я создам этого человека На кого он будет похож Как он будет выглядеть Я нуждаюсь в нем чтобы он кое-что сделал для меня И я снаряжу его чтобы он был способен это сделать Поэтому он не просто избрал тебя Он дал тебе цель Что-то ради чего жить И это где-то внутри тебя Может вы еще и не распознали этого Но Бог творил вас в утробе вашей матери Он заложил это внутрь вас Он был там Он присутствовал в тот момент И он мыслил так ему понадобится вот это и еще вот это ему понадобится И Он влагал это в каждого из нас А когда вот Он придет в связь со мной это будет высвобождено то что я заложил в него И они исполнят то предназначение ради которого я их создал Вот это любовь Божья Не просто избрать вас но дать вам цель как его детям Хорошо Паша лучше всех Как дети Божьи Я постоянно вам говорю дети Божьи Мы были сотворены быть Его инструментом и воздавать Ему славу В Исаии 43 главе 7 стих говорится Исаия 43 7 всякого кто зовется моим именем кого сотворил я для славы своей кого я создал и устроил у у вас есть имя Божье на вас вы его дитя он создал вас он сформировал вас для своей славы так Ефесянам 2 10 Ефесянам 2 10 мы теперь новое творение Божье созданы в Ишуа Мессии для совершения добрых дел которые Бог предназначил нам совершать этот текст говорит почему Бог нас создал что Он имел для нас как мы это можем делать Матфея 5 глава 16 стих нам говорит пусть также свет ваш светит людям чтобы они видели ваши добрые дела и славили вашего небесного Отца Ешуа очень четко и ясно здесь сказал что Его повеление таково о нас чтобы наши жизни наше поведение было таким чтобы воздавало славу Богу как дети Божьи этот такой путь каким вы должны жить живите так чтобы люди видели ваш свет вашу жизнь и прославляли вашего Отца Небесного и вы понимаете что прославление Бога это не просто несколько часов шабатное поклонение в субботу это абсолютно каждый момент вашей жизни и чтобы быть Дитем Божьим это требует определенного стиля жизни Бог хочет трансформировать нас изменить нас мы с вами часто слышим такую фразу иногда используем я был рожден снова я был рожден свыше и у каждого из нас свое представление об этом 1 Петра 1.23 вы были заново рождены не от тленного семени а от нетленного живого и вечно пребывающего Божьего Слова нам с вами было дано новое начало новые возможности Писание говорит о трансформации об изменении об обновлении ума начать думать абсолютно по-другому и первое с чего мы можем все начать это начать мыслить я дитё Божье я дитё Божье меняйте образ вашего мышления я больше не принадлежу этому миру я принадлежу Богу я принадлежу Его Царству и наши взаимоотношения с Небесным Отцом будут становиться глубже и мы все знаем историю в Библии о блудном сыне и мы знаем что история находится в Луке 15 главе и Ишуа говорит об этой истории чтобы показать людям взаимоотношения Бога Отца к Его детям Его отношения и когда сын младший который растратил все свое наследство и осознал что он был неправ захотел вернуться домой он начал этот путь назад так нам нужен артист помощник потерянный сын он начинает откуда-то издалека свой путь назад к Отцу вы конечно можете допустить что отец думал о этот пропащий сын все растранжирил все спустил больше больше от меня никакого внимания не получит но Писание нам говорит другую историю Писание говорит что сын начал возвращаться начал идти по пути к отцу и пока он еще был далеко отец высматривал его и он выбежал к нему навстречу и сказал сын мой сын мой отец ожидал отец не был пассивным он высматривал чтобы сын вернулся к нему так и отец высматривает чтобы мы вернулись и часто эту историю концентрируют на том сыне который потерялся который ушел а я люблю концентрироваться на отце на том что он делал он не только принял сына который возвращался назад ему еще пришлось разбираться со старшим сыном и он говорил ему все что я имею оно твое ты же мое дитя ты мой сын дитя божье и мы знаем да что отец сказал быстро принесите лучше ему одежды давайте пиршество устроим вот ему перстень на руку мой понимаете когда вы приходите к отцу и говорите я твое дитя он говорит давай отпразднуем давай возликуем давай возрадуемся давай будем счастливы он смотрит на нас что пришел а сейчас что тебе нужно я тебе и так все дал что тебе нужно нет он так не делает он говорит что я могу дать тебе его сердце это сердце любви если мы с вами дети Божьи так давайте жить как дети Божьи и мы с вами сможем переживать все эти замечательные вещи которые Бог хочет делать для нас у него приготовлены еще большие величественные переживания для нас он тот кто вывел народ Израиля из Египта он сделал столько замечательного для них он открыл море перед ними чтобы они могли пройти по сухой земле и то что он может открыть для вас ни один человек не закроет и он освещает наш с вами путь чтобы мы видели куда идти я дитя Божье аминь можем ли мы иметь полноту веры не в нас самих не то что мы с вами можем сделать но в понимании в осознании истины его слова в Иоанна первой главе 12-13 стих 12-13 стих но всем тем кто его принял и кто поверил в его имя он дал власть стать детьми Божьими детьми рожденными не от крови и не от желаний или намерений человека а рожденными от Бога мы были освобождены от уз и рабства и мы являемся его сыновьями и дочерьми так что же мы с вами должны делать давайте привстанем мы пытались с вами делать мы репетировали уже но я хочу чтобы мы еще раз сделали наше правосглашение не то что мы чувствуем и не по каким другим причинам но только лишь понимая что это истина и мы будем с вами верить в эту истину я дитя Божье я дитя Божье я дитя Божье я дитя Божье громче я дитя Божье я дитя дитя Божье он дал мне все в чем есть нужда у меня нет больше страха потому что я под его крыльями он покрывает меня потому что я его дитя он избрал меня он спас меня он отдал всего себя за меня потому что он захотел меня видеть как его ребенка давайте прославим его давайте поклонимся ему он 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 Субтитры создавал DimaTorzok